Для Ирины Грабарчук сдавать кровь уже семейная традиция. Ее мама – почетный донор, и девушка решила последовать такому примеру. В этом году она уже в третий раз на Одинцовской станции переливания крови. Донорское движение нужно поддерживать и больше, наверное, вовлекать сюда молодежь, поскольку крови всегда не хватает, а сдают ее единицу. И, как мы знаем, у нас недостаточно донорской крови очень большая. Выездная бригада областной станции переливания крови работала в Одинцово уже четвертый раз в этом году. Процедура донации проста. Первым делом – заполнение анкеты, потом – беседа с врачом и сдача экспресс-анализа. Он определяет группу крови и уровень гемоглобина у человека, который решил стать донором. Если выявлена анемия, сдать кровь не получится. Перед каждой донацией крови проводится экспресс-исследование на содержание гемоглобина. Групповая принадлежность определяется также из пальчика. А потом уже в ходе сдачи крови, если человека допустили, набираются пробирочки и проводится тестирование на декретированные инфекции. Это гепатиты В, С, ВИЧ, сифилис, биохимические показатели, группа, резус. Низкий гемоглобин – это временная преграда на пути к донорству. Побольше гречки и гранатов в рационе и добро пожаловать на станцию переливания крови. Но есть и абсолютные противопоказания. Постоянные отводы – это люди, имеющие хронические заболевания, целый перечень, подвергшиеся оперативным вмешательствам, лица, переболевшие гепатитами вирусными, А, Б, С, ВИЧ-инфицированные, страдающие наркоманией, алкоголизмом. В донорской акции на станцию переливания крови Одинцовской ЦРБ пришли более полусотни человек, и каждый из них по зову сердца. Я воспитываю ребенка-инвалиды, и многие люди мне помогают. И я хотела тоже под чем-то помочь людям, детям, что это такое благородное дело. Зов сердца, наверное. Я являюсь общественником и адвокатом, мне это близка проблема. Чтобы стать донором, не нужно дожидаться очередной акции. Сдать кровь можно еженедельно, по вторникам и четвергам. Необходимо иметь при себе паспорт, за 2-3 дня отказаться от алкоголя, накануне не есть жирную пищу, а перед визитом в медицинское учреждение выпить как можно больше сладкого чая. Человек, когда он сдал дозу и ощутил, что он совершил подвиг маленький, протянул соломинку тому человеку, который погибает, дать ему шанс. Это здорово, я считаю. Приглашаем тех, кто не испытал себя, и тех, кто уже испытал себя, не забывать дорогу в наши стены, приходить. Вторник, четверг, с 8.30 до 12.00, мы рады бить. Станция переливания крови центральной районной больницы находится по адресу Одинцова, Можайское шоссе, дом 55.